МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чрезвычайная ситуация на телеканале Беларусь4. Бизнес вне закона в центре нашего внимания сегодня. Не секрет, что на нелегальном бизнесе можно сделать очень большие деньги. И поэтому некоторые осознанно идут на риск, начиная заниматься преступными видами деятельности. Самый известный и крупный незаконный бизнес – это торговля наркотиками. На ее долю приходится более 70% от прибыли всего преступного бизнеса в мире. Хоть многие страны и пытаются искоренить распространение наркогидры, но такой вид деятельности по-прежнему существует. К счастью, не повсеместно. Сотрудникам Управления по наркоконтролю Гомельской области в последнее время удалось решить ряд важных проблем. Одной из них была нелегальная торговля с именами мака. Прибыли в этой сфере были колоссальными. Урон сопоставлялся с локальной эпидемией. Ведь наркотик, который получается из мака, грязный. Это причина роста смертности, распространения заразы и осложнения криминогенной обстановки. Но обо всем по порядку. Город Гомель. Красноармейский проезд. Сегодня это тихое место, где живут обычные люди. Но так было не всегда. Ровно год назад эта улица напоминала рынок для наркоманов. Постоянные потоки желающих купить сырье для наркотиков здесь не прекращались ни днем, ни ночью. Наркобродвей. Так называли этот тупиковый проезд местные жители. Из 15 домов в трех здесь размещались точки по реализации имен мака. И это в самом центре города, рядом с центральным рынком. Вот что вспоминает один из жителей этой улицы. Раньше было все тут. И воровства тут хватало, и всего тут было. Торговцы с именами мака не боялись никого и ничего. Платили штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность и продолжали развивать прибыльное ремесло. Ведь в денег доходы могли составлять до нескольких тысяч долларов. На момент привлечения к уголовной ответственности фигуранток за 100 граммов семян мака наркозависимый платил порядка 160 тысяч белорусских рублей. Значит, 16 рублей с учетом динаминации на сегодняшний день. В день они реализовывали, повторюсь, порядка 50 килограммов на сегодняшний день. Это в сутки получается. То есть можно сделать вывод, какую прибыль они получали на протяжении длительного периода времени. О наличии оптовых точек правоохранители знали. Однако только административным способом проблему решить было невозможно. Неоднократно поступали от жильцов указанных домов жалобы о том, что постоянно собираются там граждане, лица. Люди боялись вечером, ночью выйти на улицу, потому что постоянно двигались там наркозависимые, которые приобретали эти семена мака. В последующем из этих семен мака они готовили наркотическое средство группы опиатов. В 2014 году в разработку правоохранителей попали несколько приезжих женщин. Иммигрантки быстро освоились в городе, нашли себе подельницу и развернули в Гомеле точку по реализации неочищенных семян мака. Именно к ним на красноармейский проезд ходило больше всего клиентов. За товаром приезжали даже наркозависимые из соседних райцентров. Однако правоохранителям удалось ликвидировать нарколавку. На сегодняшний день можно смело говорить, что проблема в городе Гомеле, а также в Гомельской области по этому вопросу решена. Те, кто, скажем так, попытаются заняться именно этим прибыльным бизнесом, к каждому мы придем. Судебный процесс над маковыми королевами, так назвали гомельских торговцев наркосырья журналисты, длился почти год, и весь вопрос был в трактовке нелегального вида деятельности. Но представителям гособвинения все же удалось доказать факты сбыта наркотических веществ. В итоге женщина судили к реальным срокам заключения, а наркобродвей в центре Гомеля перестал привлекать внимание наркоманов со всей округи. За первые три месяца 2017 года на территории Гомельской области в сфере незаконного оборота наркотиков было зарегистрировано 348 преступлений. Это на 140 правонарушений меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Приостановлена деятельность 14 притонов для потребления наркотиков. За сбыт возбуждено 247 уголовных дел. Общая раскрываемость составила 84%. Количество уголовных дел за незаконный оборот и сбыт наркотических средств по городу Гомелю самое впечатляющее в советском районе. 56 и 30 фактов соответственно. Далее идут центральные, железнодорожные и новобелецкие районы. Опыт именно гомельских оперативников сегодня позволил во многом навести порядок с нелегальной продажей МАКа в регионе. Гомель уже не оптовая база наркосырья, как это было в 2010-2015 годах. Нелегальных торговцев МАКа задержали также в Жлобине и Светлогорске. Теперь, чтобы приготовить опиат, наркоманам приходится ехать далеко за пределы области. Но большинство из них просто изменили предпочтение. На свай. Этот товар сегодня настоящая головная боль милиции. За его продажу полагается только административная ответственность, но, учитывая доход, который приносит незаконная деятельность, вовлечено в торговлю немалое количество людей. Как и в историях с наркотиками, сеть мелких и крупных распространителей на свае – это гидра. Одну голову срубаешь, а на ее месте тут же вырастают две новые. Считайте сами. Килограмм данного некурительного табака по закупке обходится в 6 долларов, а его реализация в розницу посредством мелких доз приносит 90. Доход в 15 раз превышает затраты на себестоимость. Три года назад в районе улицы Украинской, неподалеку от центрального рынка, правоохранители изъяли у оптового поставщика тонну некурительного табака – 20 мешков по 50 килограмм. В товаре владелец потерял примерно 6 тысяч долларов, а заработать мог 60. Проблема в том, что на свай не наркотик, и его реализация попадает под статью о незаконном предпринимательстве. Поэтому, кроме штрафов, милиция ничего предъявить не может. А ведь на свай далеко не безобидное вещество. Многие наивно полагают, что его регулярное употребление может помочь бросить курить. Однако это глубочайшее заблуждение. Известь, которая входит в состав на свая, никотин и другие вредные вещества могут вызвать рак желудка, поражают слизистую оболочку рта и легко разрушают эмаль зубов. Кроме того, негативно сказывается на работе нервная система. За реализацию на свае сегодня предусмотрен только штраф до 100 базовых величин с конфискации товара и объектов его перемещения. Помимо реализации наркотиков в списке особо доходных видов деятельности. Распространение незаконной пиратской продукции, работорговля, продажа редких видов животных, незаконное ракболовство и браконьерство, а также черная трансплантология. К счастью, в Беларуси не все эти виды незаконной деятельности распространены. Куда более существенный экономический ущерб оказывается рядовыми гражданами. Но об этом наш следующий сюжет. Основная задача финансовой милиции, как подразделения, вступающего в борьбу с мошенниками, неплательщиками, аферистами и коррупционерами, обеспечения экономической безопасности государства. Здесь надо сказать, что за последние пять лет количество преступлений и правонарушений по линии этого ведомства существенно сократилось, но не сошло на нет. К примеру, как бы не оказывало государство давление на валютных менял, они полностью не исчезли. Конечно, на рынках их сегодня практически нет. Валютчики в тени и работают только с крупными клиентами. Та ситуация, которая была в 90-х годах, когда стояли валютчики на рынке и предлагали всем доллары, евро и рубли, она уже ушла. Я понимаю, что мы прекрасно видим на сегодняшний день, и обладаем информацию о тех лицах, которые занимаются данным обменом, сидя у себя на квартире. Да, у них есть свои клиенты, как правило, это люди бизнеса, предприниматели те же самые, которые наверняка скрывают доходы, потому что были бы законные доходы, они могли бы спокойно купить валюту в банке. Соответственно, не приобретая и не предъявляя паспортные данные, они тем самым тоже маскируют себя. В марте 2015 года сотрудниками финансовой милиции на обмене большой суммы денег был задержан крупный игрок этого подпольного бизнеса. У гамильчанина было изъято порядка 30 тысяч долларов, 20 из которых он обменял клиенту из России на белорусские рубли. В итоге и меняло, и предприниматели лишились своих накоплений. У валютчика правоохранителей конфисковали вдобавок еще и дорогостоящий автомобиль, однако это не помешало мужчине уже на третьи сутки внести за него залог в размере 5 тысяч долларов. Ряд лиц почему-то боятся приобретать данную валюту в банках и пользуются услугами тех же самых валютчиков, которых пускай даже осталось немного, но они все равно есть. Соответственно, не приобретая и не предъявляя паспортные данные, они тем самым тоже маскируют себя. Немалые объемы нелегального товарооборота сегодня совершаются посредством интернета. Почему-то некоторые граждане наивно полагают, что создав в социальных сетях страницу по продаже того или иного товара, они успешно смогут наращивать свой личный капитал. Однако эти иллюзии сегодня дешевле не испытывать. Штрафы доходят до 2000 рублей с конфискацией имущества. Для этого мы, которые анализируем те же объявления, то есть все равно человек должен искать каких-то клиентов, ну, конечно, тут налоговые органы не спят. И это не пустые слова. Те, кто любят ходить по лезвию ножа, немало. В основном такие предприниматели работают до первого штрафа. Львиная доля серых зельцов тайно оказывают услуги населению. Огромная сумма недополучает бюджет страны в результате незаконных грузоперевозок. Однако присмирить нелегальных таксистов и бомбил в какой-то степени инспекторам все же удалось. С каждым годом таких квазипредпринимателей становится все меньше. Мы контролируем, включен кассовый аппарат, не включен, ежемесячную выручку, как пробивается. То есть посредством удаленного доступа налоговая инспекция имеет возможность проводить какой-то анализ, сопоставлять и точечно выходить уже на проверки. Проблемой является нелегальная деятельность по оказанию услуг. Представителей этой сферы, парикмахеров, изожистов, строителей, программистов трудно отследить, но еще труднее доказать их. В этом плане нам очень активно помогает население. Все эти факты, мы, безусловно, поступающие на телефон доверия или посредством интернета, мы, безусловно, проверяем, анализируем и доказываем. В практике налоговых инспекторов немало примеров, когда на мастеров теневого сектора со всех сторон сыпались жалобы. Один из последних примеров – мастер татуажа, который осуществлял свою деятельность в Речице. В результате похода к такому специалисту молодая женщина изуродовала свою внешность. А возьмите строителей и мастеров. Далеко не каждый из них работает на совесть, а сэкономленные деньги могут впоследствии уйти на устранение дефектов работ. Большие деньги делаются на больших потребностях. Издавна богател тот, кто изобретал продукт, которому у человека вырабатывалось пристрастие и зависимость. Сегодня мир в этом смысле мало изменился. Зато линейка такой опасной продукции расширилась в разы. Следовательно, выросло и искушение заняться недобросовестным делом. Сегодня в Гомельской области на продаже нелегального алкоголя пытается заработать немалое количество людей. Но об этом по порядку. Схема квази-бизнеса проста. Приобрести товар дешевле, реализовать его дороже. К 2010 году Гомельскую область просто охватила волна нелегального предпринимательства. Сегодня тема дня для многих дельцов – это спирт и алкоголь. Его тоннами везут из России, а потом мелкими партиями распространяют в небольших населенных пунктах. В нынешнем году эти факты носят не мелкий, скажем так, в кавычках, характер. Да, то бишь задерживаются крупные партии от 200 литров и более. Приобрести спирт в России не составляет труда. Его продают даже на трассе. Проблема, что огромное количество такого товара – яд для организма человека. Данные лабораторных исследований из ядых партий просто шокируют. Согласно выводам экспертизы, жидкость, содержащаяся в этих канистрах, она пригодна исключительно для изготовления предметов бытовой химии. То бишь употреблять ее по назначению, в пищу принимать, да, как алкогольный напиток, ну ее нельзя. Качественный спирт, пригодный для внутреннего употребления, встречается реже. Но в погоне за выгодой ни перекупщиков, ни потребителей это мало волнует. Ежедневно правоохранительными и налоговыми органами проводятся рейдовые мероприятия по изобличению перевозчиков и торговцев нелегальной алкогольной продукции. Так, в Мозре на даче одного из местных жителей было изъято почти три тонны контрафактного спирта и готовых алкогольных напитков. В Гомеле задержаны пять легковых автомобилей, в которых из Российской Федерации перевозилось 1760 литров спиртосодержащей жидкости и 400 литров контрафактной продукции. Это водка с названиями «Финская», «Белая береза», «Царская охота». И уже в текущем году у нас задерживалась алкогольная продукция с названием «Родник Сибири». Особо предприимчивые люди сегодня зарабатывают даже на том, что никому не нужно. Ломя черных металлов. Этот бизнес часто зависит от цен в Российской Федерации. Некоторые люди на разнице в стоимости успевают заработать немалые деньги. Проводится работа по установлению граждан, которые занимаются вот этим нелегальным бизнесом. Потому как для занятия вот таким видом деятельности необходимо специальное разрешение лицензии. Ежегодно сотрудниками ОБЭП на подступах в страну-соседку изымают сотни тонн нелегального металла. Даже милиция признается, что этот поток не прекратится никогда, пока у населения есть возможность заработать на сдаче лома по более выгодным ценам. Другое дело, что вопросу нелегального оборота черных и цветных металлов сегодня уделяется пристальное внимание. И правоохранители взялись за работу с этим видом незаконной деятельности более серьезно. ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ Продолжение следует...